В синем углу, ему 24 года, рост 173 сантиметра, вес 77,4 килограмма, его профессиональный рекорд 9 боев, 5 побед при 4 поражениях, он чемпион Казахстана по боевому чил-чилцу и джек-пэджек, дамы и господа, представляющие Казахстан, приветствуйте Артем Спарта Ресников! Казахстан 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 Пожали бойцы руки и первый раунд начался Очень раскрепощенно начинает поединок Данияр Бабакулов Подзажато выглядит Артем Резников С разворота пытается нанести Резников удар ногой Попадает воздух и двоечка от Бабакулова Да, пока не рискуют бойцы сближаться, они работают с дистанцией, ну и понятно, надо еще и беречь силы Оба раздергивают друг друга Ох, как великолепно прыгнул с колена, нанеся удар Бабакулов, но поймал его ногу Резников и переводит поединок в партер Оказывается сверху на боковом контроле Да, конечно, сбросить себя такую массу будет непросто Данияру Очень огромный Артем Резников Я даже не могу представить, сколько веса гонял Артем к этому поединку Но В данный момент, я думаю, не меньше 85 весит Ну, это как минимум, да, очень массивный товарищ, конечно Хорошо прижимается Данияр Бабакулов к сопернику Удерживает руки и пытается, пытается оторвать руки, чтобы пытаться добивать Резников Да, Роман, находясь в Казахстане и проводя мастер-класс с клубом «Алаш Прайд» Я сразу выделил Артема Резникова И именно выделил его мощь, в первую очередь Вот его такую вот, вот, ММА-вскую мощь И запомнился он мне тем, что вот он настоящий пахарь Он себя держит в великолепной форме И я думаю, не легко Данияру Бабакулу придется в схватке вот с таким мощным гигантом из Казахстана Но и, как ты говорил, Бабакулов очень опытный боец, очень выносливый боец И ему приходилось биться и не с такими соперниками Так что бойцы подобраны, в очередной раз повторюсь, очень грамотно И мы уже видим такое прям напряжение в этом бою Да, причем я помню, как Данияру Бабакулу приходилось проводить по несколько профессиональных боев за один вечер Да, это опять же я возвращаюсь к Кубку Мадби по дзюдзюцу И действительно, с точки зрения функционала здесь у Даниара никаких проблем быть не должно Но опять же, в тех боях он не сталкивался с настолько превосходящей массой соперника, которая сейчас на нем находится По-прежнему работает Артем Резников сверху Артем Резников попробовал себя уже как минимум в трех весовых категориях И сможет ли он еще и в 70 попытаться выступить, вот интересно было бы Ну, скинуть, наверное, не проблема, а как биться? Конор Макгрегор идет вверх, наоборот, ноги идут вниз Но пока Бабакулов не может сбросить себя Резникова Но и не дает Резникову особо сильного, опасного что-то сделать Да, ну и с другой стороны сейчас Артем Резников просто находится сверху, контролирует соперника Точные удары редки, жесткие удары тоже не часто встречаются Так что, в общем, ничего страшного для Даниара Бабакулова пока не происходит Хорошо он защищается Сейчас мы видим Руку начал контролировать соперника Оппонента завязал практически полностью Так достаточно опасно головой вперед, мне показалось, сейчас пошел Артем Резников мог и рассечение сделать своему сопернику Да, периодически наносит удары Резников Мы видим, что как только освобождает он руку Он сразу и этой же рукой наносит удары по своему сопернику И даже особо сильно не пытается скинуть Резникова Бабакулов Он просто защищается Мы видим, что Артем уже вышел на боковой контроль Опять попадает в гард Ну и посмотрим Остановка Вот была попытка и Бабакулова повторить то же самое Ну, заканчивается минута отдыха И бойцы выходят в октагон И начинается у нас второй раунд И опять же мы возвращаемся к вопросу о функциональной готовности Не последнюю роль она будет сегодня играть далеко Тем более дистанция длинная Пять раундов, но четыре осталось И Даниар Бабакулов весь предыдущий раунд провел под соперником Да, что тоже, конечно же, осложнило ему жизнь Безусловно Но посмотрим Сейчас борьба идет в стойке пока Хороший удар справа Вот за счет скорости, кстати, Даниар может попробовать соперника перебить Перебить, да, но опасно, опасно Мощь, конечно, Резникова И видно, что Резников тоже скоростной боец Да, и видно, насколько он массивнее, да Насколько плотнее По покладке у него функционалки Так как он много веса гонял Это тоже может сыграть Поджимает Даниар Попытка пробить ногой В туловище со стороны Артема Резникова Но пытается поддавливать Бабакулов Мы видим, он поджимает Резникова клетки Двигается Резников Ну и хорошо, Артем Резников Раздергивает соперника в ответ, да То есть он не стоит Постоянно двигается И не является легкой мишенью для Даниара Бабакулова Только вроде бы киргизский спортсмен вышел на оперативный простор Нашел момент для атаки Тут же следует ответный финт Попытка в очередной раз нанести бэквист Но не очень хорошая скорость этого удара, да, согласись? Да, очень медленная И скорость этого удара в основном присутствует практически только у одного бойца Которого я знаю из ММА Это у Александра Шлеменко И у Александра Шлеменко есть достойные продолжатели В лице его учеников, конечно же Которые также удар бэквист выполняют на высочайшем уровне И посмотрите Хорошо, правопрямой попадает Бабакулов Да, Бабакулу надо дождаться дальних раундов И я думаю, там ему будет удобно работать Если, если он не окажется, опять же, как и в первом раунде Снизу или силу поля Хорошо защищался Дениар Бабакулов от перевода в партер Для него это было бы, ну, если не смерти подобно То, во всяком случае, о втором раунде можно было бы смело забыть И уже потом настраиваться на раунды 3, 4 и 5 Опасно Хайки в голову пытался нанести Артем Резников Правопрямой еще один раз попадает Бабакулов Да, этот раунд пока в его плюс Если он удержит этот стиль боя, который он показывал в втором раунде Не дает он партера и переигрывает скорости Ну и, конечно, как правильно сказал Эльдар Бабакулову Нужно навязать более высокий темп Для того, чтобы измотать Резникова Не получилось избежать партера на сей раз И Резников-то ждал вот этой самой атаки Он резко сократил дистанцию в момент сближения соперника И опять в очередной раз оказывается сверху Пытается опять выйти из боя контроля Мы увидели в первом раунде очень хорошо Дениар Бабакулов защищался Но были силы Сил будет все меньше и меньше И все сложнее и сложнее будет защищаться И, конечно, по самому стилю боя, который показывает Дениар Бабакулов Ему надо все-таки работать только в стойке По крайней мере в первых двух-трех раундах Да, но до стойки сейчас еще нужно добраться Потому что сверху опять работает Артем Резников И прозвищу Спартак Черному рыцарю приходится непросто Несладко, по меньшей мере И опять голова прижата к сетке Очень грамотно все сделал Резников Затрудняет он максимально Ну и, соответственно, своими активными действиями Он не позволяет рефери поднять бой в стойку Ну и, судя по всему Этот раунд, наверное, так и завершится Если Дениар Бабакулов не предпримет чего-то экстраординарного И напротив Артем Резников Нанесет такой удар Который заставит Бабакулова Либо признать поражение Либо рефери, напротив, вмешается в ход проведения боя Но пока что мы видим достаточно активные действия А рефери все-таки остальные Уже отдадут судье второй раунд Третий раунд Раунд под номером три И ваша поддержка в мешке Как и к спереди ноги в исполнении киргизского спортсмена Ниже пояса попал Артем Резников Сейчас совершенно очевидно Но никакого дискомфорта Дениару Бабакулову, по счастью, это не доставило Третий раунд продолжается примерно в том же ключе, что и начало второго Когда работа проходила в стойке Дениар Бабакулов старается действовать за счет скорости Старается обманными движениями Как-то раскачать соперника Растащить его И изыскать возможность для нанесения точных ударов Ну и главная, первостепенная, узловая задача для него Это, конечно, не дать Артему Резникову войти в клинч И перевести себя на канвас Тогда уже дениару Бабакулова очень сложно И посмотрите, проходит в ногу Артем Резников Соперника попытался он опрокинуть Но нет, молодец Молодец, здесь Бабакулов ничего не скажешь Вот такой левый на скачке, очень тяжелый, пытался пробить Резников Так, что здесь происходит А, показывает боец из Казахстана, что надо протереть канвас Слишком много воды на нем Уже не в первый раз такое, кстати Поединок возобновляется Раздергивает Даниар Бабакулов Ждет соперника налево и снизу Но, по крайней мере, угрожает левым апперкотом Хорошо, опять хорошо на выходе из клинча работает Даниар Бабакулов Вот если сейчас он будет действовать в том же ключе Может бой и выиграть Самое главное, ему не позволять себя свалить Это основное, чего нельзя делать Даниара Бабакулова В основном у него есть перевес в скорости, в легкости В комбинационной работе Тесни Даниар Бабакулова соперника к сетке Вот опять, да, любое движение Бабакулова тут же ищет сближение Артем Резников Это прогнозируемо Но, с другой стороны, давайте вспомним, как был недавно сделан на этом турнире нокаут после удара коленом Как раз киргизский боец выловил оппонента на том, что его соперник регулярно наклоняется Когда идет в ноги, да, подседает И несколько хороших ударов колена навстречу и нокаут Я думаю, что здесь также Даниару Бабакулову вполне себе можно использовать подобный прием Лишним не будет Но, с другой стороны, вот этот удар коленом может спровоцировать Артема Резникова на подхват этого самого колена И в дальнейшем перевод в партер Что Даниару Бабакулову, как вы сами понимаете, крайне невыгодно А в обмене, да, вполне Даниар может пообмениваться И мы это с вами уже видели и здесь в этом поединке И в других боях на других турнирах с его участием Удар коленом в корпус, по-моему, тоже низковато Он зашел Но Резников в состоянии продолжать Но с этого ракурса это было видно Опять же, может быть, он был выполнен по всем правилам Хороший обмен! И правый очень жесткий наносит Резников Вступать в открытый обмен Я думаю, что Даниару Бабакулову с более тяжеловесным оппонентом не стоит Это авантюрно А вот так на дистанции, за счет скорости, за счет работы ног, раскачать Вполне реально Опущены руки у Даниара Бабакулова Не думаю я, что это следствие усталости Хотя это тоже исключать нельзя Может быть, почувствовал уверенность в своих силах Даниар Бабакулов И понимает он, что оппонент значительно медленнее Хорошая двоечка в исполнении Даниара Удары заходят у киргизского спортсмена Но так постепенно, постепенно защиту соперника будет разбивать Даниар Ну а что касается Артема Резникова У него задача также предельно проста Попытаться сблизиться и перевести на землю Ну или же искать счастье Нанося один удар, который может стать последним Четвертый раунд Четвертый раунд Так, что опять показывает Артем Резников Показывает он, что вновь на канвасе слишком много воды Насколько я понимаю, да, так и есть Готов? Готов? Бой! Продолжает наступление свое позиционное Даниар Бабакулов Очередная попытка пройти в ноги в исполнении Резникова И грамотно, грамотно Артем прижимает соперника к сетке Но еще более грамотно действует здесь Даниар Бабакулов Разрывает этот захват Нет, без подготовки, да еще в четвертом раунде Такие проходы вряд ли получатся у Артема Резникова Надо прятать их обязательно И тогда, возможно Получится у Артема Уронить Даниара Бабакулова И там уже работать с ним в партере Вот здесь, в клинче, около сетки Также есть определенные варианты у Артема Резникова для перевода Но что-то мне подсказывает, что Даниар Бабакулов будет делать все Ох, сейчас тоже низковато Там пытался пробить коленом в бедро Резников Но, по-моему, получилось немножко не туда Но, так или иначе, поединок продолжается Видно, насколько Артем Резников уже измотан И еще поэтому он ищет счастье в борьбе Для того, чтобы сразу сократить дистанцию И, может быть, выждать некую паузу Для того, чтобы слегка так установить силы Пополнить энергоресурс, насколько это возможно Хорошо сопротивляется переводу в очередной раз Даниар Бабакулов Забрал он шею А почему бы здесь не пойти на гильотину? Ну, нет, пытается развернуть соперника Нерба Бабакулов Наносит удары под руку Такие удары, наверное, нисколько наносящие ущерб Да, нежели просто жалящие, неприятные, отвлекающие Для того, может быть, чтобы взять шею поплотнее Нет, не получается И здесь есть хороший вариант У Артема Резникова забирает он ногу для перевода на канвас Отличная защита В исполнении Даниара Бабакулова Разводят спортсменов Видно, насколько спортсмены устали, насколько они уже опустошены Но побольше сил, думается, сохранил именно Даниар Бабакулов Посвежее он выглядит И начинает попадать Начинает попадать, разбивать ударами И держится за ключицу Артем Резников Неужели травму получил? Да, похоже, это все Да, похоже, что эта травма включится Не знаю, из-за чего, каким образом она была приобретена Эта самая травма, она была получена Но в любом случае Даниара Бабакулова В данном случае не было хорошо видно Почему же за ним мог Артем Резников Но совершенно очевидно, что это ключица А что там именно произошло Ну, может быть, это стало следствием удара Даниара Бабакулова Я говорил о том уже, что Обладает очень сильным ударом Одиночным Боец из Киргизстана Ну, и вот здесь начал забивать откровенно Соперника Бабакулов Но не будь этой травмы, разумеется Артем Резников бы не стал уходить в такую глухую защиту И отдавать себя на милость победителю Конечно же, нет Ну вот, не знаю, с чем это связано Очень хочется пожелать Артему Резникову здоровья И, конечно же, везения Потому что получить травму такую в четвертом раунде Когда у тебя еще весьма и весьма неплохие шансы на итоговый успех По итогам четырех раундов счет был бы равным 2-2 И все бы решалось в пятом, заключительном раунде Но судьбе было угодно, чтобы Даньяр Бабакулов стал победителем досрочным Выбрав техническим нокаутом Айбек Мусаев также находится в октагоне Но не он вешает чемпионский пояс на талию Даньяра Бабакулова Но думаю, что и Айбек Мусаев также лично поздравит победителя